Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». В любом уголовном деле следователь всегда выясняет, признает ли человек себя виновным. Зачастую приходится читать в СМИ, что человек себя оговорил по разным причинам. Однако прокурор и судья ему уже не верят. И невольно напрашивается сравнение со средневековым принципом правосудия. Тогда было так – признание царица доказательств. И другие доказательства уже не нужны для обвинения человека. Сегодня тема нашей передачи – признание вины. И у нас в гостях наш постоянный консультант, адвокат Игорь Михайлович Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Насколько я знаю, вы противник признания вины. Почему? Согласен, так и есть. У меня радикальная точка зрения на этот термин – признание вины. Я считаю, что в нашем уголовном процессе задавать этот вопрос нельзя. И нужно из бланков, протоколов допроса это исключить. Чем это вызвано? Действительно, вы сейчас сослались на средневековый принцип правосудия – признание царица доказательств. Формально так все и остается. Только завуалировано. Признание вины человека на первоначальном этапе всегда достаточно для того, чтобы процесс, уголовный процесс, в дальнейшем был формальным, уже ослабленным. Потому что человек признал вину. Зачем себя утруждать и заниматься тщательно и активно выяснением каких-то обстоятельств дела. Но парадокс в том, что право настолько формализовано, люди не могут, особенно в период задержания, в первые сутки, разобраться, правильно ли квалифицировали и расценили их действия. Тот ли состав преступления. Часть состава преступления, часть статьи, та ли. Они не могут это понять. Как отличить непрофессионалу злоупотребление служебным положением, полномочиями или превышение должностных полномочий. Хранение без цели сбыта или с целью сбыта. Убийство по предварительному сговору группой лиц или это пособничество в убийстве. И еще много-много-много таких примеров. То есть даже специалисты путаются. А обычный человек, не обладающий профессиональными узконаправленными знаниями, он никогда не может разобраться. Ему остается только одно. Доверить следователю или оперативному работнику, которые убеждают в том, что торопят его. Признайся, мы все сделаем правильно. А если я не ошибаюсь, их квалификация недостаточно была для какой-то сложной ситуации, чтобы ее модельно вставить или сопоставить со статьями Уголовного и Уголовно-Процессуального кодекса. Или еще хуже, они умолчат. И воспользовавшись доверием человека, есть такой термин сленговый, загрузят его на целый ряд статей и в конечном итоге тех действий, которые он не совершал, или которые должны квалифицироваться не так, как в конечном итоге будет указано в обвинении. Игорь Михайлович, получается, что могут быть нарушения. Как суды на это реагируют? И суды, и до Верховного суда реакции, порой соответствующие при обнаружении нарушений Уголовного кодекса, Уголовно-Процессуального, изменяются и отменяются приговоры. В конечном итоге брак в судебной работе, невольно, может какая-то погрешность кто-то скажет, она исчисляется сотнями, тысячами измененных, отмененных приговоров. Так это профессионалы занимаются правоприменением. Что говорить про обычного человека? Вот из недавних примеров, сотрудник полиции с большим стажем работы, да, его задержали, привлекли к уголовной ответственности, он полностью признал вину. И только спустя какое-то время, недели-две, когда разобрался, почитал, ну на эмоциях это было сделано, он понял, что не совершено преступление, это дисциплинарный проступок, это отсутствует состав преступления. Или у меня там был случай в практике, вступая в дело, человек обвинен 6 течений, назовем заранее потерпевшего. Начинаю выяснять, то есть потерпевшего погрузили в машину насильно, привезли на базу, поговорили. После этого посадили машину, повезли в офис. С офиса повезли на квартиру, с квартирой, ну деньги пытались еще параллельно у него, вымогали, да. 6 составов преступлений, человек признал полностью вину. Это не 6 составов преступлений, это один длящийся. И вот такие нюансы могут быть, в которых люди не разбираются. А милиция, на тот момент милиция, даже в эти же 90-е, она сильно ослабла. И на сегодняшний день у следственного аппарата кадровый голод, и свои проблемы, не будем их касаться. Так а в 90-е вообще перестройка, динаминация, инфляция, все разбежались юристы. Я, когда начинал работать в середине 90-х, там один юрист был, 1-2 на отдел милиции. Все остальные, это были. Главное требование, чтобы был ВУЗ, диплом о высшем образовании. То есть там были врачи, инженеры, военные, экономисты, кто угодно, только не юристы. Это честные люди, они старались работать, но им нужно было заработать. Раскрытием преступлений занимались? Да, конечно, да в следствии, я не беру оперативный состав, наверное, там была какая-то специфика. В следствии работали не юристы. Так а сколько пока они научатся, дел будет рассмотрено и с ошибками. Это же все судьбы. Конечно, ты же учишься, получается, невольно на судьбах людей. То есть ты дубишь чьи-то кожи, можно так сказать. Поэтому здесь свои сложности, особенно сложности носила статистика. Сейчас она, конечно, меняется, но это бич для работы правоохранительных органов, который просто делает систему бездушной. Но раньше, в 90-х, там вообще был перегиб. Каждый состав преступления, вмененный человеку, и дай бог, чтобы он признал его это очень хорошо, это считался в раскрытии. Поэтому, когда человек совершал один состав преступления, одно действие незаконное, ему, как правило, вменяли 2-3-4 состава преступления. Но, напутственно говорить, ты не переживай, признавай вину, в суде отсекут. Или в суде отвалится это все. Имеется в виду, что судья скажет, подождите, вы навменяли составов, они конкурирующие, несовместимые. Конечно, суд убирал. А ему статистика ушла. А на самом деле, это уже изначально незаконное привлечение к уголовной ответственности. Это тоже состав преступления. Но это обкатывалось, опять-таки, на тысячах, на десятках тысяч наших граждан, пока разбираясь. Почему и противник признания вины. Я правильно поняла, что вот именно эта причина и побудила вас занимать позицию непризнания вины подзащитным? Как старт. То есть, входишь в дело, лучше не признавать пока вину, не разобравшись ситуацию. Если все понятно, конечно, признание вины, чистосердечное раскаяние. Но, как правило, в делах столько нарушений. Поэтому, когда я начинал с советской консультации города Владивостока, когда я приходил в суд, судьи по-доброму улыбались. Все понятно, пришел Поляков, непризнание вины, будем сидеть там разбираться. И разбирались, и ковырялись. И ответ был положительный. Как правило, изменялись квалификации, а многие дела я вообще не доводил до суда. Они просто прекращались. По нереабилитирующим зачастую обстоятельствам. И по реабилитирующим еще на стадии следствия. Очень много нюансов. Адвокат должен быть во всеоружии. А порой и защита. Есть такое. Не то, что слабая, но не проявляет должной активности. Я видел адвокатесу, которая говорила, я от всего устала. Мне проще, когда вину полностью признают. Думать меньше, работать не надо. Все понятно. Тебе прокурор не нужен. Тебя так утопят с таким адвокатом, что будут там водолазы искать. Тебя не поднимут, на дне будешь находиться. Вот недавно случай у меня, кстати, относительно в практике. Не у меня, но по горду. Человека привлекают к уголовной ответственности за взяточничество, квалифицированное в особо крупном размере. Мера наказания, до 15 лет реального лишения свободы. Ну все, как говорится, мертвяк. А он говорит, я не совершал этого преступления. Это мое предприятие. Да, я получал с него деньги. Да, я не декларировал, будучи служащим. Ну и что теперь я? Давайте разбираться. Заключили под стражу, давили. В конечном итоге, через полгода, изменили обвинение на совзяточничество, на незаконное занятие предпринимательской деятельностью. Он виноват. Он получил штраф. А испугался бы, доверил бы, признал вину. Ну, вот 12-15 лет бы ему и определили по суду. Нужно думать, не нужно торопиться. А может ли человек не признавать вину, если он все-таки реально совершил преступление? Конечно, может. Дело в том, что признание, не признание вины и вообще дача показаний – это право человека, а не обязанность. Но по дежурным суткам, когда человека только приводят, неважно куда, в Следственный комитет, ФСБ, в отдел полиции, в дознание таможни, его не то что заставляют, то подталкивают к тому, что это лучше сделать для тебя. Или ты сейчас лишишься свободы. Отправим тебя в тюрьму. То есть заключим под стражу. Кому хочется лишать себя свободы, если есть выбор? Человек говорит, ладно, я все подпишу, пойду домой. Но он совершает ошибку. Он пойдет домой – это легкое временное облегчение. А потом будет суд. Ему скажут, ты вину признал, вот тебе наказание. Там 3-4 года реального лишения свободы. А не признавал бы и дал бы возможность разобраться, тогда бы ничего, может, и не было. Почему я и сторонник? Ничего не говорить, порой молчать. Доказывайте. Если доказали, все доказали, осудите. А не докажете, значит, и не докажете. Не надо человеку помогать, расслаблять их. А если он совершил преступление, которое очевидно, ну вот очевидно совершенно, зачем тогда вот такая модель поведения? Вот разумный у вас вопрос. Понимаете, вот эта очевидность, она порой туманная, кажущаяся. Да, действия незаконные, он понимает. Но как они квалифицированы? У меня был случай, я не поконфликтовал с судьей, это давно было очень. Но спор, и у нее упрек был ко мне, я захожу в дело. Человек полностью признал вину, процесс на полчаса, так скажем. Перевозка наркотиков, там до 7 лет лишения свободы, кажется, давали реального. Ну очень жестко в конце 90-х пошли с наркоманами, начали бороться. Начинаю читать, он, это в городе, он на постышево у друга купил папироску, как говорят, попыхтеть. На раз, покурить и все. Травы. Сел в троллейбус, с постышево доехал до второй речки, 300 метров. Вышел тут, наряд полиции, досмотр обнаружил. Перевозку выменили. Я говорю, какая перевозка? Да у него разовая доза, здесь нет этого квалифицирующего признака. У него обычное хранение при себе. Так судья и говорит мне, подождите адвокат, вы нарушаете право на защиту. Он вину признает, а вы, получается, не признаете. Я говорю, он не понимает, он меня не слышит. Пусть признает вину сколько хочет. Я не считаю, что он виновен по этому составу. Его осудили по этому составу, потому что он вину признавал. Больше доказательства нет. Он признался, вот на этом и строилось. И через какое-то время пленум Верховного Суда выходит со словами, надо смотреть, в каких случаях, перевозка, перевозки рознь. Если он при себе везет, ну это обычная хранение. Если, конечно, там, знаете, через границу, там в тайниках, или большие партии, объемы особо круга, понятно, это, наверное, с целью сбыта. Тогда это и перевозка. А так нет. Нюансов очень много. Иногда встречается, к сожалению, информация, что такие признания добывают насильственным путем. Тем более, почему и возникают такие порой ситуации. То есть, как говорят, колись, пиши, признаю вину. Вот чтобы этого тоже не было, и не нужно вообще человека спрашивать. Пусть он вплоть до того, что сидит по Конституции, по 51 Конституции, любой человек имеет право не свидетельствовать против себя. То есть, имеет право не давать. При таких обстоятельствах любой признается. Физическое насилие никто не удержит. Я согласен. Да, кстати, у нас был случай, давно уже, я после этого как бы не следил, а тогда остро воспринял. То есть, у меня знакомый следователь, как раз человека предъявил ему обвинение, вроде все законы, он вину признавал. На суде человек говорит, это не я, меня били. Разумеется, его не услышали, осудили. Через несколько лет нашли банду, которая убивала, грабила там людей, и они признались в этом преступлении. А он уже несколько лет отсидел. Понятное дело, его вернули, пересмотрели, экстренно, срочно, оправдали, разъяснили право на реабилитацию. Ну так в таких случаях что делать? Это редкий случай, что нашли виновных, и они признались. А так, сколько их сидит по России? Да и вообще по миру с этим признанием. Так а что людям делать, когда идет физическое насилие, или психическое? Я соглашусь, но вот я и говорю, и выбивают, это повод, ты должен написать, что признаю вину. Вот просто фраза, полностью признаю вину. Даже не надо, это все написано, ты русский пиши в полном объеме, или полностью. Одно слово от тебя требуется. Вот пусть его не будет в протоколах. Не надо вообще его спрашивать, человека. Просто доказывайте. Почему у меня, было, как правило, с середины 90-х, я завел, когда вот это графу, как писать там, я рекомендовал писать к вопросу виновности, по вопросу виновности ответить затрудняюсь. К слову говоря, это я придумал этот термин, у меня был как-то спор со следствием, я вошел в дело, я не знал, как себя вести, середина 90-х. Я говорю, давайте возьмем паузу, я подумаю. Я считаю, он не виноват. Там у него куча статей, там было, там групповые преступления, угодно машин. Вот я себе думал, думал, несколько вариантов принес следователю. По вопросу виновности ответить затрудняюсь, или к вопросу виновности у меня было вернусь позднее, по виновности выскажусь в суде. Потом я пробировал по всем делам города Владивосток, и когда я заходил на вопросы виновности, по вопросу виновности ответить затрудняюсь. Ну, спустя там десятилетия стал обращать внимание, что-то кто-то так же начали писать. Вот лучше не торопиться, признаю, не признаю, фактуру сообщай, но не говори, какие статьи, не реагируй на них. Да, вот эти все статьи, которые написали, признают. Ты не знаешь, что в этих статьях содержится и о чем они. Может, они их нужно корректировать. Ты же этого не понимаешь, не знаешь. Далее. К тому же, на мой взгляд, почему это вредное требование, правило отношения человека к виновности, чтобы он высказывал. У нас, вот этот, если назовем институт признания вины, он себя дискредитировал окончательно и бесповоротно. Все средневековье строилось до советской власти на том, что там чуть ли не на дыбе всех пытали, вырывали там вместе с языком это признание за несколько секунд до того, как он дух не испустит, он должен был там прохрипеть, там признаю. О, признал. Все. Голову окончательно, собакам на съедение тела. Советская власть вообще сформировала это отдельная тема для разговора и для передачи, как они извратили сталинские соколы уголовное право, уголовный процесс только на признание. Сколько людей до суда не дожило. Почему я и противник? Вообще человек не должен высказывать свое отношение к виновности. Пусть государство и доказывает его виновность. Сейчас его просят и это максимум, на что просят, да, напиши. И зачастую оно влияет только на, как смягчающее обстоятельство. Но оно никогда не позволит оправдать человека. Ну, получается, мы сейчас не учим людей, как избежать, да, наказания за совершенное преступление, а просто пытаемся донести, чтобы не попасть вот в эту мясорубку, скажем так. Да, ни в коем случае. Я не говорю, что если полностью твоя вина доказана, разобрался, посоветовался с адвокатами и ты вот уперся, они признают. Так не надо делать, но это очень ответственный шаг. Первоначальные данные показания, отношения к виновности, они заканчиваются эхом. Через полгода, через год они покажут, прав ты ли ты был. А выяснится. Чтобы не отвечать за то, что ты не делал, не совершал. Но, а как реагируют на такие нарушения прокурор, судья? Их просто никто, как правило, не замечает. Человек признал вину, все. Да, никто эти нарушения не выискивает, не задумывается. Любой человек так устроен, наш мозг, по пути облегчения идет. Это только обезьяна пыталась брать камень, палку, и вот осложнять себе жизнь. Человек, наоборот, хочет порой вернуться к обезьяньему образу жизни, сидеть на пальме, там есть бананы, ну и палкой кидаться, и не более того. Поэтому все все упрощают. И в этом сложности возникает, вот недавнее дело у меня было, групповое мошенничество, люди признавали вину, даже под стражей находились. Через полтора года они разобрались и поняли, что это неправильно, они не совершали мошенничество. Были у них сложные отношения с потерпевшими, но не было мошенничества. И они отказались и от показаний, первоначальных данных, и от полного признания вины. Сказали, нет, мы вину не признаем. Стали разбираться, в клинч вошли с обвинением, оправдательный приговор вынесен. Был ли оправдательный приговор, вы, если бы они продолжали полностью когтелки, признаю вину, все. Да никто бы не стал разбираться, получили бы они свои сроки и уехали бы в колонии на лет 6-7-8. Но если человек невиновен, его же тогда оправдают? Если невиновен, его оправдают, но для этого он должен отстаивать свою позицию, и она должна начинаться с непризнания. Если он признал вину, потом пытается бороться, это будет как гиря его тянуть в сторону колонии. Игорь Михайлович, ну что мы можем в заключении этой темы пожелать или сказать нашим телезрителям? Пожелать их нельзя, конечно. Я могу высказать свою профессиональную точку зрения. Не хочу на себя гнев чей-то вызывать. Я что знаю, это наболевшее, так скажем. И эти выводы, они тоже пришли ко мне не сразу. И понимание, что это неправильно порой, полное признание вины. И вообще признание вины. Поэтому в заключении я хотел бы сказать, что хотите признать вину полностью, частично, очень хорошо подумайте. Это ваш ответственный выбор. Выбор ваш. И возможно, может наступить ответственностью другая за необдуманное написание фразы полностью признаю. Спасибо. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас будет все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова